В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, граждане могут направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в вопросах, голосованиях и общественных обсуждениях через платформу обратной связи. Основная функция платформы – быстрое решение актуальных проблем. Оставить свое обращение можно через форму на портале Госуслуг и через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». С 13 февраля начался прием заявок для участия в 15-м областном смотр-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области, сообщает в телеграм-канале Самарского района. В смотр-конкурсе могут принимать участие организации, независимо от их организационно-правовых форм, видов экономической деятельности и штатной численности работников, а также городские округа и муниципальные районы региона. Участие бесплатное. Подробная информация о конкурсе, положение и форму заявки на сайте министерства по адресу труд.самрегион.ру. Сегодня состояло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Красноглинского района. В ходе заседания комиссии было рассмотрено 18 протоколов об административных правонарушениях в отношении родителей. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Данная санкция предусматривает наказание в виде предупреждений или штрафа в размере от 100 до 500 рублей. В отношении несовершеннолетних было рассмотрено 5 протоколов, говорится в телеграм-канале Красноглинского района. Члены молодежного парламента Кировского района в преддверии Дня Победы запланировали квиз «Маршалы Победы» на территории района среди школьников. В телеграм-канале Кировского района отмечают, данную инициативу вынесли на обсуждение на заседании молодежного парламента при Совете районных депутатов. Кроме подготовки ко Дню Победы, молодежь рассмотрела вопрос от Общественного совета микрорайона номер 18. Также ребята поделились подробностями своего участия в месячнике по благоустройству, который стартовал в Кировском районе.